Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». Техническая возможность для подключения. Кто стал первым обладателем газа в доме и как прошла торжественная церемония, расскажет Дарья Тендит. Газопотребляющее оборудование готово к приёму газа. Разрешите начать подачу газа в домовладение? Разрешаю. Теперь зажечь плиту, пользоваться горячей водой и не мёрзнуть в холодное время года сможет Надежда Гаврилова. Она в числе первых получила голубое топливо. Ей провели инструктаж о технике безопасности использования газа и вручили памятный подарок. А гостей в своём доме Надежда Николаевна встречала радушно, с хлебом и солью. В «Газпроме» принята такая. Каждому новому потребителю мы дарим подарок – чайный сервиз. Поэтому прошу принять от нас. Ой, спасибо, спасибо огромное. Поздравляю вас. Ой, как спасибо большое. В доме Гавриловой Надежды Николаевны, как и у остальных жителей лесокефари, не было газа. С выходом на пенсию она переехала в хутор. Теперь живёт тут уже 20 лет. Каждый год она сталкивалась с одной и той же проблемой – отсутствием газа. Более 30 тысяч ей приходилось тратить с начала топительного сезона на закупку дров и газовых баллонов. Неудобно. Не то, что было плохо, конечно, потому что у нас воздух и красота, но было ужасно. Для кого-то, может быть, газ кажется обыденным для городского человека. Ну, подумаешь, там газ. А для нас это большая радость и событие. И спасибо всем, кто к этому причастен. В церемонии открытия газопровода приняли участие первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Иркенов, председатель Народного собрания Александр Иванов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и генеральный директор «Газпром-Межрегионгаз» Черкесск Олег Дергачёв и местные жители хутора Лесокефарь. С отчётом о проделанной работе и поздравительными словами к жителям хутора обратился генеральный директор «Газпром-Межрегионгаз» Черкесск Олег Дергачёв. Мы на самом деле очень рады за вас. И от лица всей компании группы «Газпром-Межрегионгаз» сердечно вас поздравляем с этим знаменательным событием, с тем, что в ваш населённый пункт, в наш населённый пункт сегодня пришёл природный газ. Хочу ещё раз вас поздравить. На самом деле это очень большое и великое дело. Мероприятие проходит в рамках масштабного всероссийского проекта «Эстафета газа» и выполнения поручения президента России по газификации страны. От имени главы республики с приветственным поздравительным словом к жителям обратился председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Он пожелал мира, тепла и уюта в каждый дом и отметил, что в республике газификация проходит активно. «Разрешите, конечно же, вас всех поздравить с этим знаменательным событием. Приход газа в любой населённый пункт – это на самом деле важное и значимое событие для всей республики». «Благодарность, Олег Леонидович, вам, вашему коллективу и всем тем людям, которые это всё сделали своими руками, провели долгожданный газ в хутор леса Кефа». Церемонии передачи эстафеты подключения газа в хуторе леса Кефарь прошли успешно. Местных жителей теперь будет радовать не только свежий воздух и красота природы, но и газ в доме. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. Карачаево-Черкесию на этой неделе посетил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он принял участие в ежегодном августовском совещании педагогических работников Карачаева-Черкесии. Подробнее Артур Мыхце. Руководитель Федерального надзорного ведомства Анзор Музаев днём ранее принимал участие в совещании работников образования Кабардино-Балкарии. В рамках визита по регионам Северного Кавказа следующей стала Карачаева-Черкесия. Около центра для одарённых детей «Спутник» в Черкесске развернулась настоящая образовательная экспозиция. Вузы, колледжи и лицеи Карачаева-Черкесии демонстрировали в своих шатрах плоды обучения воспитанников, сладости, предметы труда, творческие работы. Выставку приурочили к началу ежегодного августовского совещания педагогов, в котором также принимают участие представители органов власти, профильных региональных и муниципальных ведомств и комиссий. На этот раз мероприятие посетил и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. После приветственного видеообращения главы Минпросвещения Сергея Кравцова, Анзор Музаев рассказал о ряде экспериментов и решений, которые должны облегчить труд педагогов. В частности, речь идёт о сокращении для учителей количества бумажной работы. Так, многие школьные наставники в дополнение к введению дневника в электронном виде по старинке продолжают заполнять и бумажную его версию. Кроме того, пока велико количество документов, которые в образовательных учреждениях собирают, так сказать, на все случаи жизни. А ведь многое можно решить на уровне региона, не вешая всё на педагогов. Также глава федерального ведомства обратил внимание на важность постоянного контакта с родителями учащихся и на создание оптимальных условий для образовательной деятельности. Да, зарплата, конечно же, это, наверное, самый важный стимул в нашем нелёгком труде. Но какая бы высокая зарплата ни была, как бы нелегко было с родителями, если рабочее место учителя с протекающим потолком, с отсутствием интернета, оборудования, с окнами, из которых дует и сквозит. Желание работать ко всем прочим проблемам вообще испаряется. Также в ходе выступлений было обращено внимание на современные вызовы в образовательной среде и пути их решения. В частности, большое внимание должно быть уделено изучению истории. Так, уже 1 сентября в школы поступят новые учебники для 11-х классов с актуальной информацией. Во время мероприятия состоялось и чествование учителей за многолетний труд. В числе отмеченных директор 7-го городского лицея у Джигуты Зухрачемаева, посвятившая педагогической деятельности более 35 лет. Надеюсь, ещё успею принести что-то новое, что-то полезное внести в свою работу. Естественно, эта награда не только моя личная. Я разделяю свою награду со своим коллективом, со своей командой. Августовское совещание почти всегда служит этаким вектором для дальнейшей деятельности педагогов республики. В этом году система образования прошла подготовку к новому учебному процессу. Учителя также продолжат уделять большое внимание не только образовательной работе, но и патриотическому воспитанию подопечных. Да и оснащение теперь куда лучше прежнего. В этом году мы сдаём 18 школ. Хочу отметить, что по поручению главы мы их сдаём досрочно. 1 сентября 18 школ у нас сдаются, 5 школ у нас остаются до конца текущего года. Из них 4 школы откроются в ноябре уже и в декабре откроется крайняя школа. Очень важно отметить, что в прошлом году мы отремонтировали 18 школ и 5 школ у нас переходящих было из года в год. В общем количестве у нас 42 школы, которые не просто прошли капитальный ремонт, а получили новое оборудование, получили новые книжные пособия и получили новую мебель. И самое главное – это блоки питания. Я всегда с удовольствием посещаю Карачаево-Черкесию, город Черкесск. Оцениваю, как всегда, по высшему баллу. Здесь педагоги, учителя, именно в год педагога и наставника всегда радовали нас на федеральном уровне из года в год теми результатами, которые они показывают. Примечательно, что в день посещения руководителя федеральной службы на базе центра «Спутник» был открыт IT-куб, в котором школьников ближе познакомятся с сферой высоких технологий и тем, где могут быть применены полученные ими знания. Артур Мухцей, Мухаммед Тошибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Спикер парламента Карачаева-Черкесия Александр Иванов вновь принял участие в акции «Собери ребенка в школу». В общественной приемной «Единой России» портфели с канцелярскими и прочими школьными принадлежностями получили многодетные мамы, в семьях которых по несколько школьников и которые обратились на сайт партии с просьбой помочь. В Карачаево-Черкесии на данный момент помощь получили более 110 школьников. Акцию поддержали депутаты фракции «Единой России» во главе со спикером парламента Александром Ивановым. 30 августа исполняется 15 лет со дня открытия общественной приемной «Единой России». На протяжении тех лет были решены вопросы и оказана помощь тысячам жителей Карачаева-Черкесии. «Сегодня помогаем собрать в школу деток из многодетных семей», – отметил спикер. Александр Иванов поблагодарил родителей за сохранение семейных традиций, заложенных в основе нашего государства, пожелал детям хорошо учиться, родовать мамы и папы своими успехами и вырасти достойными гражданами нашей великой России. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, в рамках оказания помощи подшефному Старобельскому району ЛНР к новому учебному году отправлены подарки. 337 школьных рюкзаков, в которых есть канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования, карандаши, ручки, сумки для сменной обуви и многое другое. Все, что необходимо к первому сентября. До начала учебного года остается всего лишь неделя. Собранные комплекты для школы – это та помощь, в которой сейчас нуждаются семьи Луганской Народной Республики. Сейчас реклама, после продолжим. Катаракта – это заболевание, которое сопровождается прогрессирующим снижением зрения. Своевременно проведенная операция позволяет добиться более высокой остроты зрения, требует меньше времени на восстановление и реже сопровождается серьёзными осложнениями. Не затягивайте с операцией. Мы ждём вас в Глазной клинике «Факт» по адресу город Пятигорск, улица Московская, 105, телефон 8800 700 ровно 9089. Продолжение следует... Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. Всероссийский просветительский проект «Достижение.РФ» начал работу в интернет-пространстве. До ноября текущего года, когда на ВДНХ пройдёт международная выставка «Форум», у населения Карачаева-Черкесии есть возможность дополнить список достопримечательностями своего региона. Это могут быть новые объекты здравоохранения, дворцы культуры, спортсооружения, дороги, жилые дома, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, парковые зоны и курорты. Нашей республике есть чем гордиться. Открыты физкультурно-оздоровительные комплексы, учреждения культуры, образования, капитально отремонтированные автомагистрали, начали производство предприятия мясоперерабатывающей и текстильной промышленности, пользуются спросом у потребителей урожая плодово-ягодных садов, аутуристов, курорты. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов призвал граждане оставаться в стороне и активно поддерживать реализованные в нашей республике проекты на платформе достижения.рф. Уникальная площадка для того, чтобы получить полезные знания и насладиться атмосферой горной местности. На этой неделе в Карачаево-Черкесии начал свою работу Всероссийский высокогорный молодежный форум «Махар-2023», который собрал около 200 участников из разных регионов России. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил молодежь с началом работы Всероссийского форума и отметил, что у каждого есть возможность развить навыки в социальном проектировании, в сфере молодежного и студенческого туризма. Сегодня закрытие масштабного мероприятия. О том, как проходил форум, расскажет Алихан Лепшоков. Более 200 активистов студенчества и молодежных организаций России принимают участие во Всероссийском высокогорном молодежном форуме «Махар-2023». Для участников организована насыщенная программа и также будет проходить конкурс грантов от Росмолодежи. Этот проект позволит развить навыки в социальном проектировании, в сфере молодежного и студенческого туризма, а также в творчестве и креативных индустриях. Первообразовательная программа начала работу со встречи с исполняющим обязанности ректора Качагу имени Умара Алиева Талсултана Узденова. Он рассказал участникам о становлении форума «Махар» и о дальнейших планах развития площадки. Также на форум приехал министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. Молодые люди задавали интересующие их вопросы по сотрудничеству и грантовой поддержке государства молодежных инициатив. Следует отметить, что форум «Махар» является показательным с точки зрения и роста, и эффективности реализации государственной молодежной политики на территории субъекта при поддержке главы Карачаева-Черкесии Рашида Бориспиевича. Следует обратить внимание на то, что форум за три года проделал путь от регионального, окружного до всероссийского форума, на котором уже второй год подряд организуется и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи грантовая поддержка участников. В свою очередь исполняющий обязанность директора Кычегова-Тал Султан Узденов подчеркнул, что с каждым годом форум «Махар» преображается и выразил надежду, что формат площадки станет более масштабным. В рамках форума планируется проведение защиты молодежных проектов, претендующих на гранты. Главную философию «Махара», то, что было заложено еще тогда, когда мы основывали это движение, оно сохраняется, это высокие горы, высокая нравственность. Мы хотели этим форумом, поднимая значимость форума, географию, статус форума, а сегодня уже благодаря поддержке главы Карачаева Черкесской республики Рашида Вориспиевича Темрезова, предъятенном участии в нашем министерстве молодежной политики, сегодня я стал форумом всероссийский. Форум «Махара» открывает нам возможности реализовать свои креативные идеи и познакомиться с представителями других регионов России, но и насладиться вашими живописнейшими местами отмечают участники из Севастополя. Знаете, впечатление самое яркое, вот эта природа, вот эти горы, это все как-то наполняет энергией и хочется создавать, творить. Мы надеемся, что обменяемся здесь опытом, сами сможем быть полезными этому месту и надеемся очень продуктивно провести время. Тут именно пропитано все вот этим духом гор, людей, которые здесь проживают, то есть именно вот эта атмосфера, что-то особенное, и присутствует, то, что нет у других. Помимо образовательной программы, на самом высокогорном форуме страны для всех участников проводятся различные развлекательные мероприятия. Так в первый день своими музыкальными номерами порадовали всех собравшихся юные участники проекта «Музыка улиц». Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Махар. Национальный костюм карачаевского народа древний и загадочный. Кроме необыкновенной красоты и гармонии, несет в себе столько неразгаданных загадок и зашифрованных посланий, что ни одному поколению предстоит еще постигнуть эту тайнопись. Значительный вклад в сохранение традиций золотого шития народов Кавказа и популяризацию традиционного женского национального платья вносит Зарема Сарова-Хабчаева. Недавно модельер выиграла грант президентского фонда культурных инициатив, в рамках реализации которого будут проходить показы в республике и в Москве. О предстоящей творческой работе Зарема Рамазановна рассказала о Лединаевой. Здравствуйте, Зарема. Здравствуйте, Асмира. Очень рада вас видеть в пресс-центре ГТРК Крещева-Черкесия. Зарема, мы услышали приятную новость, что вы выиграли грант. Мы вас поздравляем. Расскажите нам поподробнее об этом конкурсе. Здравствуйте. Мне, конечно, очень приятно тут у вас в студии сидеть. И, если честно, рассказывать про свой грант, который я выиграла, это как-то и, как даже сказать, очень трогательно и интересно. Я даже не ожидала, что у меня будет такой результат, но мы очень старались. Ну и слава богу, нас заметили. Фонд культурных инициатив. И мы выиграли грант по теме национальный оланский, карачао-балкарский оланский стиль. И мы должны сделать коллекцию красивую и сделать показ. Я надеюсь, что это у нас получится. Сколько костюмов, в какой срок, вот сколько прекрасных таких работ вы должны подготовить? Вы знаете, у нас сроки очень сжатые. За этот период мы должны успеть очень многое. У нас там идет 10 костюмов. Из них два детских. А остальные три взрослых и пять женских костюмов. Нарядов, вернее. И эти наряды у нас будут не сегодняшнего дня, а именно конца 17-го века, 18-х веков. И все украшение, то, что будет там на этих платьях, это все будет, как в прошлом наши предки делали. Ока-эшкен. Это значит, из золотых нитей они вот сами вручную делали ленты, которые обшивали платье. Сами вручную вышивали платье. До замужества практически каждая девушка шила для себя платье и вышивала. Это все вот будет, как в древности. Ну, конечно, не из золотых и серебряных нитей, но будем стараться делать, как в прошлом наши предки делали. Зарема Рамазанова, вы уже приступили к изготовлению этих костюмов? Да, чуть-чуть. Но сейчас мы будем покупать материалы. Я уже приобрела материалы, которые подходят, но этот материал не для всей моей коллекции подходит. Вот каждому платью основной подход, свой, своеобразный. Мы еще будем покупать ткани, материалы, исходя из этого уже работать. Я так понимаю, у вас сейчас очень много работы. Вот рабочий день для вас в сутки. Сколько часов сейчас? Если честно, его нам не хватает. Его нам не хватает. Бывает, что мы и до двух часов ночи сидим. У нас эскизы, у нас чертежи. И у нас как бы вот под каждую модель свой материал подобрать и свою модель как бы сделать. Я как вот говорила ранее, повторюсь, это то, что вот раньше одевали именно наши бабушки, предки. Вот модель будет только такая, старинная модель. У вас помощница, дочь ваша. Расскажите нам, какую помощь вы оказываете маме. Здравствуйте еще раз. Карачаево-Черкесская республика – одна из тех регионов, где национальный костюм является прежде всего предметом гордости, то есть каждого человека. И сейчас мы считаем с мамой, что наш проект, он реально как никогда актуален и очень значим, очень значим для общественности, для молодого подрастающего поколения. Как говорили, как утверждали ранее следователи, если бы раньше, к примеру, исчезло все, но при этом остался национальный женский костюм, то по нему можно было бы остановить эстетическую культуру прошедшей эпохи. И поэтому я считаю, что мы просто обязаны на таких масштабах. В рамках реализации проекта я буду заниматься помимо информационной, агитационной части также организацией, то есть организацией дефиле-шоу. То есть, вот как мама ранее озвучила, то есть она будет непосредственно отвечать за разработку, за изготовление моделей. Данная коллекция будет непосредственно называться «Аланский стиль», так как название гранта у нас тоже непосредственно идет под этим описанием. Также помимо этого задачей моего проекта является непосредственно мастер-классы. Салима Рамазановна, вы создаете удивительной красоты, прекрасные национальные платья. А вот откуда вы, понятно, что вы опираетесь на историю наших предков, вот образы в голове, вот как зарождаются, расскажите. Вы уже видите, наверное, предстоящую коллекцию, вот какой она будет. Ну, вот ваш вопрос, конечно, очень интересный, и на него трудно отвечать. Прежде чем, вы знаете, прежде чем что-либо пошить или изготовить, нужно это все в воображении увидеть, представить, разработать, и потом, исходя из этого, начинать шить. Вот, если я это все в голове не увижу, я не могу работать, у меня не получается. А вот предстоящую коллекцию, она уже в голове есть? Частично, частично уже я кое-что вижу, и вот я же говорила, что мы приобрели материалы, вот сейчас мне еще нужно будет еще на другие, ну, на другую коллекцию приобретать материал, но в этом случае я уже на каждую модель определенно свой стиль, свой рисунок и как бы свою модель. Вот стараюсь. И плюс это же все будет старинное, вот это все, понимаете? Это не сегодняшний день, и изготовление такой коллекции занимает очень много времени, и очень, если честно, тяжело, трудно, но я очень хочу это сделать и дать этой коллекции красивую, хорошую жизнь, чтобы все видели, в чем были одеты наши предки. Сколько вообще у вас национальных платьев? И количество примерное хоть знаете? Если честно, мы считали, у нас там количество хорошее подбирается, но там у нас круглая сумма должна доходить, до круглой суммы, если я дойду, я уже буду делать подарок, и именно вот в эту круглую сумму входящую модель я буду делать бесплатно, если у меня заказчица получится на тот момент. Кому-то круглую сумму. Кому-то, да. Вот так разыгрывать будете, да? Да, я буду разыгрывать. А почему вот хотите? Вот не знаю, как-то вот мне так захотелось. Как бы юбилейный, да, юбилейное число, юбилейная цифра у нас получится. А цифра какая будет, если не секрет? Ну, пока... Пока секрет, хорошо. Пускай останется. Еще раз расскажешь. Да. Но в этом году у нас 25 лет, как я занимаюсь этим делом. Вот, а с Мери моей было 2-3 годика она была в садике. Первое платье, то, что я ей пошила, она была в садике. И вот с тех пор мы уже работаем и шием. Чтобы стать успешным модельером, какими знаниями и профессиональными качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек? Это для начинающих модельеров. Вот что бы вы... Вы знаете, самое главное, чтобы был у человека талант и хотение, желание это сделать. А остальное уже это все, потом уже набирается учение, это все уже потом идет. Главное, чтобы был талант и желание. Модельер — это не только творческая профессия, но и техническая. Надо рассчитать пропорции, черчение. И это объемный, кропотливый труд, мне кажется. И вот когда вы, проделав всю эту работу, уже национальный костюм готов, вот вы смотрите на свою работу, что вы ощущаете? Вы знаете, хотя можно сказать, что национальный костюм, он один, как бы единый, как бы для всего. Но это не так. Он каждый раз по-разному. И каждая модель имеет свой смысловой оттенок. Даже цвет должен подходить заказчику обязательно. А потом уже по заказчику рисунок подбирается. Есть разные рисунки, где цветочный орнамент идет, где идет ковровый орнамент. И это все не для всех подходит. Каждый индивидуальный свой заказ должен подходить. Именно для того человека, для кого ты это шьешь. Весной этого года Азарема Рамазановна по всей Крачево-Черкесии проходили ваши выставки «Аланский след», «Крачево-Балкарский костюм». В ближайшее время в рамках реализации проекта планируете показы? Если честно, я чуть-чуть побоиваюсь. У нас времени очень мало. Я уже в январе должна показать практически всю коллекцию. Если даже не всю мы успеем, но максимально уже коллекция должна быть готова. Наш показ начинается где-то в начале 2024 года. В январе 2024 года мы уже начинаем работать с коллекцией и разъезжать. Я думаю, что мы успеем. Мы должны успеть. В Черкесске будет первый показ? Где будет первый? Да, и в Черкесске у нас будет показ. Но он не первый у нас в Черкесске, по-моему, будет. В Черкесске у нас будет показ 3 мая на день возрождения Карачаева-Балкарского. народа, 3 мая. До этого еще мы будем ездить. Но у нас все расписано. И в конечном итоге у нас последняя дистанция. Москва, Кремлевский дворец. Дай бог. Это когда будет? В декабре. В декабре, да? В завершении проекта. Я хочу особую благодарность выразить нашему министру культуры Зурабу Замировичу. За его поддержку и за понимание. У меня была мечта приобрести машинку вышивальную. У меня она есть, но поле вышивки очень маленькое. Здесь я вот благодаря этому гранту купила эту машинку с полем вышивки. То, что я хотела. метр двадцать на пятьдесят. Ну, это вообще будет то, что я вот хочу. Исходя из этого, из этой суммы, она очень дорогая. Если бы не грант, я бы не смогла его приобрести, конечно. Реализовалась мечта, и теперь у вас такая помощница машинка. Да, машинка. И там еще оборудование кое-что мы прикупили. Вот ждем со дня на день уже наш товар будет дома. И мы начнем работать. Дай Аллах. Зарима Рамазановна, желаем вам успехов. И с нетерпением ждем ваших работ. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Это вам спасибо тоже, что пригласили. Конечно, будем работать и будем стараться, чтобы от имени нашей нации, от имени нашего народа, чтобы культура наша сохранилась, и нынешняя молодежь пользовалась и продолжала. Продолжала носить, творить. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова